И она ситуацию у меня измерила, и признаюсь честно, я такой профан, я никогда серьезно не болела, и я как минимум 30 лет вообще никакие препараты не принимаю, я противник этого, я вегетарианка, тоже вот в пределах 30 лет уже, и поэтому как-то дистанцируюсь от всего того, что касается лекарств, народными средствами, и чисто по своим ощущениям я могу что-то такое, там какую-нибудь травку выпить, какую-нибудь процедуру сделать, помедитировать, и вроде бы вот ходила, работала. И это самое, а тут она, я вижу, у нее так вытянулось лицо и говорит, у вас ситуация 79. Для меня это, честно говоря, было ни о чем, но меня напугало ее лицо. И вы знаете, когда через две недели я пришла на работу, они смотрели на меня, как будто я стала светлой вернулась, они все были уверены, что все это очень плохо для меня закончится. Что вы рассказали сейчас, это на самом деле очень критично, очень страшно, то есть никогда нельзя доводить такого состояния, но вы этого не знали, как говорится, по своим ощущениям вы этого не понимали, просто вот чувствовали какую-то там небольшую слабость, вроде как бы нормально. И тут вот, уважаемые зрители, такая ловушка нашего сознания, то есть... Ну, я могу рассказать просто, что после того, как мне он очень сильно помог и понравился, так как я вообще, ну, минимум, наверное, лет 25, никаких препаратов, базов, ничего не принимала. И, честно говоря, я прям была очень удивлена результатом от него. Я его посоветовала своим родным, которые далеко от меня, я в данный момент сама в Московской области, они у меня в регионе. И я им всем так получила, что прямо чуть ли не параллельно мы все заболели, и я после того, как на себе его испытала, я отправила им, прям купила, отправила и написала все свои результаты им. И они тоже остались очень довольны. Я потом периодически покупала уже всей семье, и себе, и им. Ну, вот, где-то, наверное, полгода я покупала. Три-четыре упаковки, а потом уже финансовые возможности не очень позволяли. Пока у нас пауза идет. Но полгода мы принимали всей семьей. Хорошо, полугодовой прием получается у нас. Ладно, давайте тогда сделаю представление для зрителей. Здравствуйте, уважаемые зрители, мы на канале Синтезит. Меня зовут Александр. У нас сегодня в гостях покупатель, потребитель Синтезита Лейла Аджиева из Московской области. И речь у нас, конечно же, идет о Синтезите. То есть Синтезит – это уникальный минерал, ему нет аналогов по его свойствам, по его эффективности, по его скорости действия, по тому количеству эффектов, которые он оказывает на человеческий организм. Потому что Синтезит действует на кровь, на кровотворную систему. Он восстанавливает количество стволовых клеток, разлепляет эритроциты, то есть здесь делает истинное разжижение крови. Соответственно, кровь начинает поступать у все органы и ткани. Кроме того, Синтезит оказывает определенное противовоспалительное действие, модемодулирующее. Но это все потому, что он действует именно на кровь. И благодаря этому многое еще чему. Он отличается от множества других БАДов. Итак, Лейла, еще раз здравствуйте. Давайте свою короткую историю знакомства с Синтезитом. Для чего решили его попробовать в первый раз? Какие у вас были первые впечатления? И что сейчас с вами происходит с вашим здоровьем? Ну, представлюсь, меня зовут Лейла. Через пару месяцев мне будет 64 года. И я работаю довольно-таки интенсивно, работаю на производстве. И так получилось, что вот в самый такой разгар вот этой пандемии нашей, мне резко на работе стало плохо. Не было никаких симптомов, связанных с этим вирусом. Ни горла, ни простудных каких-то признаков. Ничего не было. У меня просто резко такая ужасно сильная слабость. И я сначала это не ощущала. Это заметили окружающие, потому что как-то, ну, я, видимо, так очень активная на работе. И меня стали спрашивать, Лейла, что с тобой? У тебя все нормально? Я потом только вот стала за собой наблюдать, что я какая-то торможенная. Я не смогла, ну, мне стало хуже, хуже, хуже. Я не смогла доработать, отпросилась. Зашла в медпункт. Температура и вот общее состояние. Все вроде бы в пределах нормы. Медстра была удивлена. Но потом, видимо, уже под конец, когда я уходила, объясняю, что мне все-таки надо зайти в поликлинику, потому что мне нужен больничный. Раз я ухожу с работы, надо как-то это засвидетельствовать. И она ситуацию у меня измерила. И признаюсь честно, я такой профан. Я никогда серьезно не болела. И я как минимум 30 лет вообще никакие препараты не принимаю. Я противник этого. Я вегетарианка. Тоже вот в пределах 30 лет уже. И поэтому как-то дистанцируюсь от всего того, что касается лекарств, народными средствами. И чисто по своим ощущениям я могу что-то такое, там, какую-нибудь травку выпить, какую-нибудь процедуру сделать, помедитировать. И вроде бы вот ходила, работала. И это самое. А тут она, я вижу, у нее так вытянулось лицо и говорит, у вас ситуация 79. Для меня это, честно говоря, было ни о чем. Но меня напугало ее лицо. А потом она говорит, знаете, я, наверное, скорую вызову. Я говорю, какую скорую? Нет, зачем? Я сейчас поеду прямо в поликлинику, возьму, открою больничный. И там уже дальше посмотрю, как, что. Ну, вы уверены, что вы дойдете? Я говорю, да вроде бы уверена. Но действительно, у меня ничего не болело. Просто, видимо, у меня движения были такие. И, наверное, вид, не знаю. Но я не могу сказать, что я прям умирала. А как потом выяснилось, что это критическая вот эта цифра. И 79, 80, это, ну, как они мне объяснили, это уже в больницу. Я, ну, у меня, знаете, у меня вот это вот, есть такое, что вот надо. И вот команда. И я на автомате. И вот я на автомате доехала до поликлиники. Да, было очень плохо. Я сидела, ждала очереди на автомате. И уже под конец, прям с рабочего дня, я попала к врачу, которая торопилась в это время уйти. И, может, мне нужно это самое по вызовам. Что ж так поздно, давайте быстрее, быстрее, больничный, больничный. Ну, я очень редко это делаю, поэтому как-то без всякого она началась. А потом мне что-то это, я говорю, ой, знаете, Татьяна Николаевна, у меня это самое, сказали, вроде бы у меня ситуация 79. У нее тоже вытянулось лицо. Она быстренько измерила у меня вот эту ситуацию. А там уже у меня 77. Она говорила, я вызываю скорую. Я говорю, а у меня прям под окнами дома эта поликлиника рядом. Я говорю, вы же знаете, Татьяна Николаевна, что я в больницу не лягу. Там будут настаивать на каких-то процедурах. Я все это не делаю. Нет-нет, мне главное до дома добраться. И я приехала, пришла, в общем, еле-еле вырвалась от нее. Я пришла, дошла до дома. И вот я была в теплой стегонке. Я помню, что я зашла в квартиру. И вот как была, я легла на диван. И я очнулась ровно через сутки. И вы знаете, я посещаю канал Олега Павлюченко «Айспик». Он такой очень серьезный, этот исследовательский канал. И сам он мне очень нравится. И он вот рекламировал ваш синтезит. И мне, честно говоря, я на рекламу, я всегда говорю, что хорошее пробьется само. И никогда на рекламу ни на какие. Наоборот, я дистанцируюсь от этого. Думаю, значит, что-то там не очень хорошо идет, раз надо рекламировать. А тут, я не знаю, первую мысль, когда я очнулась, у меня был вот этот вот синтезит. Думаю, такой серьезный человек не может рекламировать что-то несерьезное. И я вот в таком состоянии, в каком я была, я нашла в телефоне, там у меня тысячи вызовов, я ни на что нет. Я нашла этот канал, нашла ваш сайт и сразу заказала себе этот препарат. Я даже не могу вам рассказать, как я потом потом все это вспоминала, я не помню. Но вот я вот это сделала. Сделала, заказала, и там получалось, что я где-то через 4-5 дней должна получить. А когда я была у врача, она мне назначила анализы, что нужно сдать, и на это же... Господи, что там у нас было-то, чем мы все болели. Лучше не произносите вслух, потому что вырезать придется потом. Да, и вот это самое... Надо было сдать тест на все это. Но так как я все это была без сознания, или в каком я там, или я спала, или что у меня там было, я когда попыталась встать, меня кидало от стенки в стенку, и опять-таки была в голове такая мысль, Господи, что это со мной? У меня ничего не болело, у меня не было, вот прям вот смертельно не было никаких сил. Понимаете? Вот даже сейчас это так странно вспоминать. Вот. И, значит, я как-то вот успокоилась после того, как я это заказала, думаю. Хотя у меня была еще какая-то растерянность, потому что я так, как я не принимала никакие препараты... У меня всю жизнь была гипотония, пониженное давление, и я спасалась от него движениями. Я все время старалась двигаться много, и жидкости много пить. А тут вот я растерялась, я не знала, что мне надо делать. А когда я заказала синтезит, у меня какой-то покой сразу, и я обзвонила, всех успокоила, но я не сообщила о своем состоянии своей семье. Я побоялась, что так как я далеко, и здесь одна, они все перепугаются, не захотела. А на работе, видимо, я поняла, потом медпункт связался с моим начальством, объяснили мое состояние. И вы знаете, когда через две недели я пришла на работу, они смотрели на меня, как будто я стала смертной вернулась. Они все были уверены, что все это очень плохо для меня закончится. Все звонили, и день, и ночь, и... Но знаете, что еще? Можно я комментарий небольшой для зрителей дам по поводу этого состояния, когда, уважаемые зрители, то есть ниже там 83, 83, когда кислород падает, да, вот оксигенация крови, сатурация называется, СПО2 там и так далее, когда насыщение кислорода падает ниже там 83, 82, человека, как правило, уже вот кладут в больницу. То есть это уже считается таким достаточно критическим состоянием, и начинают назначать разные там процедуры. Если вот ниже 80, там уже может быть и какая-то вентиляция легких подключаться и так далее. То есть это очень-очень низкий показатель. То, что вот уважаемые Лейлы, которые сейчас нам рассказывают, в принципе, в данной ситуации выжила, одна, организм как-то справился. Это уже само по себе, конечно же, чудо. Вы большая молодец, что смогли, да, на своих собственных силах каким-то образом выкарабкаться. Может быть, ваш здоровый образ жизни дает результаты, да, потому что, ну, вы давно уже его придерживаетесь, не используете разную там фармакологию, только народные средства. Видимо, был какой-то ресурс, что организм все-таки справился, потому что то, что вот вы рассказали сейчас, это на самом деле очень критично, очень страшно. То есть никогда нельзя доводить такого состояния. Но вы этого не знали, как говорится, по своим ощущениям вы этого не понимали, просто вот чувствовали какую-то там небольшую слабость, вроде как бы нормальную. И тут вот, уважаемые зрители, такая ловушка нашего сознания. То есть с возрастом, когда мы постепенно взрослеем и силы организма, ресурсы организма потихонечку истощаются, мы, наш мозг периодически снижает, так сказать, планку требований к своему организму. И постепенно, то есть вместе с ухудшением состояния, человек считает, вот теперь я такой, вот теперь я хромаю, теперь вот я хромаю, да, допустим, там вот я иду, теперь я так хожу, вот я себя так чувствую, после обеда не хватает сил. Вот я теперь такой, мне теперь не хватает сил, и человек адаптируется. То есть наш мозг, он постоянно снижает это, уровень требований, да, человек адаптируется. И поэтому, когда вот это постепенно происходит, как бы мы не ощущаем. И тут раз, вот эта вот болячка появилась, и она как бы еще чуть-чуть снизила, еще чуть-чуть снизила, потом резко-резко раз-раз-раз вниз, и вроде как бы ты просто устаешь, но по факту идет, чуть ли не вот, ведет не к смерти организма, как вот выяснилось, да, то есть это могло закончиться летальным исходом, слава Богу, что не закончилось. Поэтому очень важно вспоминать то, какими мы были в детстве, как мы могли хорошо просыпаться, бегать, трудиться, да, там, заниматься, учиться до самого вечера, после школы еще, там, играть, потом делать домашние задания, на все энергии хватает. Это нормальное состояние любого человека, любого организма, и мы такими активными, в принципе, должны быть до самой, так сказать, глубокой старости, то есть этого должно всего хватать. Но так как нам не хватает вот этих моментов, то постепенно мы адаптируемся, считаем, что вот так уже, отдышка, это уже становится нормой, покушал, хочется спать, это тоже уже норма, хотя, ну, это не норма, по большому счету, устаешь после обеда, проснулся уставшим, уже считается нормой, просто я вот, я взрослый, я старый, но по факту нет, такого быть не должно, и синтезит, это как раз такое средство, которое позволяет восстановить эффективность работы внутренних систем организма, эффективность работы крови, и вновь получить вот эту энергию, какая была в детстве, поэтому многие люди, кто, допустим, в возрасте принимают синтезит, они говорят, я чувствую себя на 15-20 лет моложе, на 10 лет моложе, да, то есть, что возвращается энергия, силы, там есть у нас интервью, где женщина говорит, я снова могу рубить дрова, и там около 70 лет, и она живет в частном доме, начала рубить дрова, начала принимать синтезит, стала снова рубить дрова. Сразу не очень было приятно, но ничего, под конец я так лихо дрова колола, что сама удивлялась, такие они, у меня закрученная береза, у нас не такая, это не то, что сосну колоть, и даже не осину, березу очень сложно, нашу, казахстанскую колонию. Вот, то есть, очень важно понимать, что мы сами себя обманываем, что наше состояние должно быть лучше, оно может быть лучше, надо просто там заниматься, не вредить себе, здоровый образ жизни, так сказать, пропагандировать нормальный образ жизни, потому что есть нездоровый, есть обычный, вот, внедрили такой термин, здоровый образ жизни, хотя люди все должны здесь жить здорово, да, вот, поэтому, очень будьте внимательны, относитесь к своему организму, знайте, что ваше тело может быть таким, каким, ну, конечно же, внешнее, оно не может быть абсолютно таким же, да, как много лет назад, но энергия, вот эта вот сила, ясность ума, она может вернуться, если этим заниматься, и принимать в том числе синтезит, который оказывает такую существенную помощь. Хорошо, Лейла, я сделал свой комментарий по поводу сатурации, до насыщения крови кислородом по поводу здорового образа жизни и отношения центральной нервной системы к состоянию нашего организма. Вот давайте, теперь вернемся к вашему разговору после этих четырех дней, да, вот что дальше происходило, и как синтезит вы начали принимать? После четырех дней мне пришло сообщение, что на почту пришел мой препарат, и я пошла, получила его, и сразу же приняла. Вы знаете, я приняла его, это было вечером поздно, и легла спать. Я утром проснулась, вообще вот как будто ничего не было, и как будто вот эти все дни, это был страшный сон. Это было просто так поразительно, вот вы же сказали, что он, у меня всю жизнь была сосудистая дистония, и видимо на этой почве у меня и гипотония была пониженное давление, и вот от этой дистонии, от этого все, у меня все время, чтобы кровь работала, мне приходилось, и видимо вот как вы, или вот он мне сосуды расширил, или вот разжижение крови, или что, но вот эта моя слабость, она просто-напросто сразу же прошла. Ну да, скорее всего у вас насыщение крови кислородом в норму пришло, да, или хотя бы поднялось чуть-чуть, потому что первый раз принимали. Да, потому что я в среду или в четверг, это вот все происходило, я его получила, по-моему, во вторник, в среду, в среду я сдала тесты свои, у меня отрицательный результат, и у меня ситуация уже была 88. Отлично, отличный результат, да. Уважаемые зрители, Синтезит работает достаточно быстро, то есть, если, допустим, у вас проблемы как раз вот с насыщением крови кислорода, вот он, он работает с первой капсулы, то есть, независимо от того, верите ли в это, или не верите, да, есть у нас кровь, есть состояние эритроцитов, и если препарат у вас усвоился, если он попал в кровь, то он начинает работать с эритроцитами, разлепляет, буквально разлепляет эритроциты, я, наверное, приложу к этому видео, то есть, записи под микроскопом до приема синтезита, кровь после приема синтезита и кровь начинает поступать нормально в мозг в сердце в сосуды проходит во все мышцы там в печень почки вот все начинает нормально снабжать кровь человек восстанавливает свое состояние потому что кислород начинает поступать кислород это топливо для наших клеток большому счету то есть без кислорода клетки начинают страдать отмирать происходит инфаркт инсульт болезни разные развиваются и застойные явления и так далее вот это лишь одно из свой синтезита мы не говорим про увеличение количества стволовых клеток и противовоспалительные эффекты про другие про другие вот сегодня у нас такой тоже интересный пример действия синтезита вот лейла аджива нам рассказывает хорошо что что дальше было да ну дальше что вы знаете мне очень вот ну как вы говорите я сама потом задумалась ну как так вот что-то препарат такое чудо какое-то что но один прием и уже такой результат и но видимо вот это то что вот столько лет у меня все таки в организме организм очищался до этого я дело в том что очень много ела продуктов животного происхождения я мясо вообще день и ночь и вот тридцать лет я получила не тридцать двадцать с лишним лет я получается очищалась может из-за того что организм сам по себе все таки чистый но из-за того что я работаю по 12 часов и у меня вот и ночные и дневные смены не всегда получалось нормально питаться видимо вот это все наложилось наложилось за эти годы иногда бывает что даже каждый день и ну что сказать автоматическое у нас автоматизированное там производство и скорость там не расслабишься и как-то вот получалось у меня все-таки до последнего работать вот перед вот этим своим состоянием нареканий не даже от самой себя что я что-то не успеваю что-то не делаю не было на на работе как-то считается что я хороший работник и но у меня вот это вот есть она у меня из детства вот надо и вот я но меня все время удивляло последнее время как так вот я прихожу домой я уже дохожу до дома я еле волочу ноги а на работе я прямо даже когда люди могут присесть я не сажусь я бегаю я как это самое а вот вот это вот расслаблять и я мертвая вот а вот утром надо мне встать вот автоматом я стою и иду но мне видимо все равно вот то что у меня организм все-таки был чистый или что но препарат на меня моментально подействовал и я вот потом уже когда мне стало лучше вот после вот этих анализов я связалась уже со своей семьей я им рассказала правда была истерика мама если ты не проснулась а если ты не очнулась ну как же так можно а ну и ну самое интересное что оказывается они вообще у меня две семьи две дочери две семьи там и вот они тем и тем я отправила эти препараты и самая первая их не что вот реакция их не отзыв был мам он так дает силы моментально они тоже быстро выкарабкались буквально за неделю восстановились все и очень-очень были довольны тем что вот ну вот это у них что было он дает силы вот я мам целый день и как будто бы прямо и к вечеру я полна сил да да уважаемые зрители вот это нормальное состояние организма синтезит не дает никаких сил синтезит дает возможность организму быть таким каким он должен быть многие говорят синтезит дает энергию синтезит позволяет организму более эффективно функционировать он ничего не стимулирует то есть если допустим кто-то принимает энергетические напитки кофе там есть кофеин да то это вот именно вот стимуляция идет там работа с разными рецепторами человек не чувствует усталости и так далее то синтезит действует кардинально по-другому благодаря тому что он восстанавливает параметры крови восстанавливается работоспособность всего организма начинает восстанавливаться здоровье какие-то вот моменты могут даже регенерировать да там и так далее то есть это наше нормальное состояние и просто вот вот этого минерала синтезит до который мы производим это особая форма железа его просто в этом виде нет ни в природе практически нет природе в мясе до яблоках там гранате там и так далее да вот винограде говорят там вино красное вино там много железа но толку от него как говорится но никакого нет можно вот черную икру есть ложками но там вот такого железа как синтезите будет просто маленькая маленькая крупица надо съесть какие-то килограммы черной икры чтобы получить такую же пользу как от одной капсулы синтезита это факт мы это видим вот и по нашим научным исследованиям и по отзывам до людей то есть у нас там уже сотни этих отзывов сотни интервью на канале нашем публиковано восстанавливается энергия я могу работать с утра до вечера приходить домой после там работы у меня еще остается энергия силы для того чтобы с детьми заниматься трудиться до какими-то вещами там творчеством заниматься семейными делами работы по дому какой дополнительной вот и может быть еще даже какими-то там будет обучением и занятием это нормальное состояние каждого человека то есть синтезит помогает именно вот вернуть это нормальное состояние поэтому уважаемые зрители не относитесь к синтезиту как к стимулятору относитесь к нему как просто к пище которая вообще в принципе должна быть должна быть в природе но вот по каким-то вот Причинам катаклизма, некатаклизма, истощения каких-то ресурсов, неправильное сельское хозяйство именно в таком виде вот этого элемента сейчас практически нет. Его можно найти в минеральных источниках, в вулканическом пепле, в каких-то микроскопических дозировках, но чтобы собрать то количество, которое просто в одной капсуле синтезита, это надо просто какую-то титаническую работу повернуть, это все будет материально никак не оправдано. Есть синтезит, зачем выдумывать, принимаем, относимся к нему как к обычной пище, которая позволяет телу функционировать эффективно, чтобы оно медленнее старело, чтобы увеличилось количество стволовых клеток, было в нормальном состоянии, чтобы кровь нормально работала, функционировала. Аналогов у синтезита по этому поводу вообще никаких нет. Сейчас, извините, я тут звоночек небольшой отменю. Поэтому не стимуляция, просто помощь. То есть я люблю употреблять термин такой, как синтезит. Есть биохакинг, когда взламывают какие-то механизмы, и якобы человек должен быстрее думать, лучше соображать, как допинг и так далее, быть выносливым. Так вот, синтезит – это не биохакинг, это биохелпинг от слова помощь. Биопомощник – это просто помощник организму, чтобы мы могли нормально функционировать. А, еще, знаете, хотелось что сказать, одно еще маленькую, значит, по поводу, вот, хорошее пробьется само, вы сказали, я записал фразу, вы говорили, я тут выписывал на листочке. Хорошее пробьется само. По поводу рекламы, да, уважаемые зрители, ни один продукт, ни один бизнес не может существовать без рекламы. Да, многие люди, вот, как Лейла, рекомендуют своим родственникам, они принимают, получают результат, другим людям рекомендуют, просто потому что хотят поделиться советом, добрым советом, и помочь человеку быть здоровым, быть счастливым, там, хорошо работать и не болеть, так сказать, да. Вот, но без рекламы ни один бизнес не двигается, поэтому, конечно же, мы делаем рекламу, мы рекламируемся, там, вот, как сказала Лейла у Олега Павлюченко, канал I Speak. Олег, если ты нас смотришь, привет, это замечательный канал, исторический канал, исследуют историю, какой она могла быть, смотрят разные пещеры, руины, засыпанные города, прочие моменты, в общем, очень интересный канал. Олег, спасибо за сотрудничество, мы уже не первый год сотрудничаем, и многие подписчики вот к нам потом приходят и дают вот так вот интервью. Вот, поэтому без рекламы никуда, да, мы не один раз встречались с выражением, что, да, хорошие средства не рекламируются, но, уважаемые зрители, как вы узнаете о Синтезите, если мы не будем его рекламировать? Хорошо, Лейла, давайте потихонечку переходить к завершению, так сказать, нашей встречи сегодняшней. Ну, а что еще можно сказать? Вот насчет рекламы, что вы говорите, да, но сейчас только этой рекламы, и в любом случае, наверное, вот не зря же мы, несмотря на рекламу, потом отзывы читаем. Нам нужно бывает, чтобы вот человек, которого мы знаем, вот я, например, вот своим детям, да, они бы услышали рекламу, может, не так эта реклама на них подействовала, потому что сейчас все же рекламируется. Я вот сказала, и вот они мне поверили, но, не знаю, но у всех же психика разная, вот я всегда вот не слушала, даже когда, особенно если такая агрессивно-навязчивая реклама, я прямо вот отключала. На меня вот это так действует, даже в других вот делах, когда что-то сильно мне навязывается, я прямо вот сразу дистанцируюсь, и у меня какой-то вот протест против этого. Ну, люди разные, наверное, с бизнесом вы лучше в бизнесе разбираетесь, и, наверное, вы правы. Так, это насчет рекламы. А вот насчет самого Синтезита, ну что, я даже не знаю, вот сейчас, мне вот что еще очень сильно понравилось, то, что я не употребляю мясное, и там вот у вас продукт именно для веганов. Вот это мне очень понравилось, потому что прямо сразу, когда я вот это увидела, думаю, господи, ну прямо вот знак, что мне надо его принимать, как для меня, потому что на это тоже я часто обращаю внимание. И еще мне очень нравится, в связи с моим графиком, я и ночную смену работаю, и ночную, и дневную, не всегда получается, вот есть препараты в основном, или надо их утром принять, или их надо вечером, или до еды, или после еды. У нас работа, я не могу, нет такого, чтобы я в определенное время ела, или в определенное время могла вот пойти, отойти от своей линии и принимать то, что мне нужно. И вот что мне в нем нравится, что я могу это делать, когда мне удобно, это не, во всяком случае, может и есть там какие-то, я, может, что-то там пропустила, ограничения, но на моем, как я его принимаю, когда мне удобно и как мне удобно. И не сказывался результат, что вот я не получила результата. Мне вот нравилось, что я вот могу его вечером принять, пойти в ночную смену, и абсолютно я не спать не хочу, я работаю, как будто я днем работала. В то же время я могу его дома, если я ночью, на ночь я его приняла, я должна спать, я моментально засыпаю, и через 6-7 часов я просыпаюсь. А до этого, вот в последнее время у меня было, что если вдруг у меня выпал какой-то выходной, я от начала своего выходного и до конца своего выходного могла спать, спать, спать. И я не набирала сил, а тут я просыпаюсь, как нормальный человек. Ну вот это вот все, видимо, вот как вы говорите, вот то, что он заставляет организм работать в ритме нормально, как он должен был работать, не заставляет, а помогает организму выполнять свои нормальные функции. Видимо, вот в этом все. Но, вы знаете, я в медицинских вот этих всех, я даже лекарств нормальное название не знаю и не запоминаю, и не знаю там, как там, что, вот эти нюансы медицинские. Я просто могу сказать людям, что вот посмотрите на меня, мне 64 года, я по 12 часов, 3 месяца без выходных я проработала, вот считайте, почти 100 дней, каждый день. Если посчитать полтора часа туда и обратно на дорогу, это значит 3 часа и 12 часов, это по 15 часов в день я работала каждый день. Это вот последние 3 месяца? Да, последние 3 месяца я работаю на кондитерской фабрике, и вот у нас были предновогодних много заказов, людей сейчас мало, не хватает, и вот нас уговаривают. И мы работала, и, вы знаете, считается, что я работаю хорошо. Во всяком случае, начальство так считает. Ну вот, а многие молодые не выдерживают, такого ритма не выдерживают, очень много, мало того, кто вот, который наравне со мной вот это смогли вот держать этот ритм. И я считаю, что мне очень-очень этот препарат в этом помог. И после этого, как вы говорите, я могу прийти домой и приготовить себе еду. И это у меня остается после 15 часов, 9 часов, из них, значит, и собраться на работу, и пойти на работу, и отдохнуть. Да, существенный результат, конечно же, я думаю, что да, без синтезита вы, наверное, такой бы режим точно уже не выдержали. Нет, я бы вряд ли выдержала, хотя раньше тоже у меня такие моменты бывали, но они, ну, было тяжеловато. А тем более сейчас, вряд ли бы я выдержала, не выдержала, точно. Да, согласен. Уважаемые зрители, я считаю, что уникальный пример, все наглядно, действие синтезита наглядно. Это уже будет, может быть, 340-ое видео или где-то рядом, так вот на нашем канале, где-то тоже множество примеров с интервью живых с людьми, кто принимает синтезит, получает тот или иной результат, но первый раз я сталкиваюсь с женщиной старше 60 лет, которая вот по 15 часов, по 13 часов в день работает и тратит еще на дорогу множество времени, получается порядка 15 часов. Это, конечно же, ну, с одной стороны печально, что вот наши люди должны вот так много работать, да, потому что, ну, как бы это очень, ну, на самом деле много, это большая часть жизни, получается, времени проходит на работе. С другой стороны, радуемся, что вы можете это делать, потому что, ну... Я сама радуюсь. Да, это самое главное, чтобы мы могли быть активными, трудиться до конца своих дней. Хорошо, Лейла, я благодарю за то, что рассказали про свои результаты. Чего вы ожидаете дальше от синтезита? Давайте вот буквально пару слов. Вы знаете, я вот последний месяц, полтора, даже, наверное, чуть больше, у меня не получалось. Были некоторые такие финансовые обязательства, я не получалось покупать этот препарат. И мне кажется, что я сначала испугалась, думаю, неужели вот все, как вы говорите, вот эта зависимость. Но все равно, видимо, вот организм мне все-таки немало лет, и мне нужна вот эта подзарядка. И даже хотя бы для того, чтобы подольше, хотя бы вот год, полтора, два, не надо его принимать, чтобы вот это вот все, что я за тот период, когда я истратила все свои ресурсы, восстановиться. И вот я ожидаю, что после Нового года все-таки вот я начну опять вот это его принимать систематически. И я вернусь все свои силы, и я уже, ну пусть у меня никогда не будет надобности работать по 15 часов, но полной жизнью буду жить. Я очень на него рассчитываю. И я скажу вам, получится у меня, не получится, не зависит. Увидимся мы с вами больше или нет, тоже не зависит. Но я очень-очень благодарна, что, несмотря на мой протест против вот этих всех вмешательств, этими лекарствами, ну это вроде бы у вас БАД считается, не лекарство, но как бы там ни было, все равно же это вмешательство. Несмотря на все это, что все-таки вот нашли вы такой продукт, который так хорошо помогает людям. Большая благодарность производителям. Я даже как-то прочитала заметку, что где-то тут вот в Подмосковье, что ли, горел завод в Синтезит. Я прям так перепугалась, думаю, ну неужели вот... Нет, нет, нет. У нас нет. Мы в Сочи находимся, да, да. Мы в Сочи находимся, все в порядке. Ага, я очень рада. Я так испугалась, я думаю, ну вот что-то единственное нормальное, почему все вот плохо, именно нормально исчезает и страдает. Короче говоря, спасибо вам огромное, Александр, и вам, и производителям, и всем, кто в этом участвует. Огромное. И всего всех вам благ во всех-всех начинаниях, потому что если вы такое сделали, значит, и дальнейшие ваши действия будут на благо людей. Все, благодарю, Лейла, благодарю за вашу историю. Уважаемые зрители, если вам понравилось это видео, конечно же, подписывайтесь на наши ресурсы социальные, показывайте это видео своим родственникам, друзьям, знакомым. Ставьте лайки, всего хорошего. С вами был Александр, Лейла, Синтезит, Синтезит, до свидания. Принимайте Синтезит во благо себе и своих близких. Всего хорошего. С наступающим. С наступающим, Лейла. До свидания. Всего доброго.